В городской администрации прошли публичные слушания. В центре внимания территория, ограниченная улицей 9-й Березняковской, переулком Торфиным, 12-й Березняковской и переулком Силикатным. Площадь планируемой территории почти 5,5 гектаров. На этом участке расположены частный сектор, один многоквартирный дом и гаражи. Они-то и стали объектом горячих споров. На территории образуемого земельного участка ЗОО-1 расположены объекты недвижимого имущества, гаражи. По сведениям Единого государственного регистра недвижимости в границе образуемого земельного участка ЗОО-1, в настоящее время входят ранее учтенные земельные участки, границы которых не установлены в соответствии с действием законодательства. Но по последним сведениям, эти участки сняты с кадастров учета. Жильцы частного сектора неоднократно жаловались в администрацию на владельцев объектов. Документы, разрешающие их установку отсутствуют. Хозяева гаражей, в свою очередь, хотят защитить свое имущество. Неоднократно пытались узаконить постройки. На защиту встали и другие жильцы многоэтажки. У нас жители нашего дома написали письмо, что не против гаражей, не против того, что они стоят. Тем более гаражи стоят в очень хорошем, как бы сказать, благоустройстве. Дело в том, что гаражи были построены на этом участке давно. Тогда правила не были такими строгими. Но сейчас объекты расположены в зоне Ж1, в нарушении действующего законодательства. Эти гаражи, которые находятся в зоне Ж1, там не могут находиться, потому что, во-первых, в зоне Ж1 по определению не может быть гаражных кооперативов. Во-вторых, они уже сейчас находятся в санитарно-защитной зоне. То есть, санитарное расстояние до жилых домов, оно на самом деле сейчас не выдерживается. Вердикт строением на прежнем месте не бывать. Альтернатива сносу есть. Гаражи должны быть перенесены в зону Ж3. Место уже определено проектной организацией. Но эта территория не устраивает владельцев гаражей. Дело в том, что здесь болото. Мы вот эти гаражи стоят и здесь. Здесь все засыпано было. Здесь тоже было все засыпано. Все своими силами люди засыпали, облагородили. Здесь вот у нас стоят клумбы очень хорошие. Здесь у нас деревья стоят, березки уже большие. Есть у владельцев строения еще один вариант. Можно добиваться, чтобы внесли изменения в кадастровый план. Но это процесс небыстрый. Займет минимум год. А гаражи все это время будут на нелегальном положении. Никто не гарантирует, что в один прекрасный день через неделю или через 11 месяцев не появятся бульдозеры. И не сравняют с землей неузаконенные постройки. Так что перенести строение в некотором роде компромисс. Так или иначе, точка в споре за гаражи пока не поставлена. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.